Как ты идешь к тому результату, который ты наметил? Всего можно достичь. Главное, чтобы было желание и старание. Вот эта обида, которая у тебя была, ты ее заглушил? Новый коллектив, новый город. Если поставил цель, надо идти к ней, держать свое слово. Все зависит от человека. Я занимаюсь спортом, и это просто позволяет мне забыться. Тебе трудно об этом говорить? Для меня счастье — это когда у моей семьи все хорошо. Что бы ты мог сказать тем родителям, которые оставляют своих детей? Хамид, добрый день. Добрый. Мне сегодня очень хочется поговорить с тобой, как со взрослым уже человеком, который начал свой путь. В основном на эту программу приходят люди, которые уже в чем-то состоялись. Они рассказывают о том, как добивались этого результата. А с тобой я хочу поговорить о процессе, о том, как ты идешь к тому результату, который ты наметил. Готов поговорить на эту тему? Да. Ну тогда давай для телезрителей расскажем немножко о твоей судьбе. Воспитывался я в детском доме в городе Моздок. Обучался в школе, занимался спортом. Закончил 11 классов. Ну, так же хотел стать воен. И много в интернете смотрел про это. Что для этого нужно. И потихоньку-потихоньку занимался. Ходил в фитнес. Готовился к сдаче ЕГЭ. Занимался репетиторством. И вот так одним днем поступил в институт. Как ты вообще оказался в детском доме? Где твоя семья, родители? Родителей у меня нет. Только брат и сестра. Вас трое, да? Да. Тебе трудно об этом говорить? Нет. Мама умерла у тебя? Мама и отец умерли. Умерли. А ты что-то помнишь из детства, например? Сколько лет тебе было, когда умерли родители? Честно не помню. Ничего от мамы, нет никакого образа, какие-то слова, что-то? Ничего не помнишь? Нет. Сначала в Екатеринбурге жили. Это вот когда мы только попали туда. Потом вот нас взяли в приемную семью, в Владикавказ. В Екатеринбурге вы жили в детском доме, правильно я понимаю? Ну вот нас взяли в приемную семью. В приемную семью взяли во Владикавказ. Да. Пожили там годик и обратно. А как это случилось? Ну, я не знаю. Нет, ну это же большая травма, наверное, была, да? Ты помнишь этот период? Сколько лет тебе было? Ну, лет 12. А, даже так, да? Ну, то есть ты должен помнить. Да, конечно. Троих детей забирает семья во Владикавказ, да? Вы год там живете. И потом они вас возвращают в детский дом. Что чувствовал тогда? Ну, что? Обиду, конечно. На кого обида была? Ну, наверное, на эту семью. Почему я не брал? На эту семью? Ну, потом уже все. Не оценили свои силы, возможности вначале, да? Наверное. Никак не общались после? Они не приходили там, никак не помогли? Нет, не приезжали. Я как-то пару раз созванивался с ними. Все, потом прекратил. А созванивался ты по какому поводу с ними? Просто пообщаться, поговорить, как дела. То есть тянуло, да? То есть за год ты привык уже к ним? А потом уже как-то все равно стало. Перестало. Они как-то объясняли вообще? Ну, это же не произошло так, вот вы утром проснулись, и они вас отводят обратно в детский дом. Как это было? Не помнишь? Нет, это не знаю. Ну, у всех свои цели, я не знаю, для чего. Хорошо. Ну, вот эта семья возвращает вас уже в какой детский дом? В Волосе-Кавказе, да? В Моздок. Ну, в Моздок, да? В Моздок. Вы попадаете с братом и сестрой, да? Туда, втроем. Да. Расскажи, пожалуйста, про своих, ну, про брата и сестру. Сколько им лет? Как зовут? Ну, младший брат Валик Кузаков. Ему 16 лет. Все, тоже проживает в детском, проживал со мной в детском доме, сейчас он учится в техникуме. В каком? Ну, на автомеханике. На автомеханике, понятно. А сестра? Сестра живет в Волоке-Кавказе. У нее уже своя семья. Только ей 21 год ей. Вы попадаете в Моздокский детский дом, это уже второй детский дом. Да. Давай расскажем нашим зрителям об этом, об этой жизни твоей. Как ты пережил вот этот удар, это большой удар. Год прожить в семье приемной, потом от тебя отказываются, это большой удар психологический. То, что ты перезванивал, это и говорит о том, что ты переживал, ты и скучал. Почему они нас отдали туда, для чего вообще брали. Вот, было обидно. Ну, как у меня. Как обычно, я занимаюсь спортом, и это просто позволяет мне забыться на какое-то время. Все, и так постепенно, постепенно. И тут годы, все. А спорт когда пришел к тебе? Когда ты начал заниматься спортом? Ну, я с детства занимаюсь спортом. То есть, вот в семье, когда был, занимался спортом тогда? Нет, еще. Ну, я тогда не успел. Я хотел там записаться на футбол, но нет, не успел. Почему это произошло? Ты задаешь себе вопросы. Какие ответы у тебя были? Так надо. Так надо? Ну, так надо, так получилось. Не знаю. Ничего не хотели. И ты начал тогда действовать, да? Я имею в виду спорт. Ну, да. Ты сказал, мне спорт помогал об этом не думать. Когда у тебя пришла вот эта идея, мысль, кем ты хочешь стать? Сначала просто планировал 9 классов закончить. Ну, потому что все так заканчивали. Ну, и думал, я тоже так буду. А потом уже вот в классе в восьмом я уже начал думать. И мне много советовали. Мне нужно после девятого иди до одиннадцатого. У тебя есть все шансы. Ну, сказали мне, чтобы я определился, кем я хочу быть. Поставил себе цель. Вот я так думал. К нам приезжали и много гостей, и военные, и других структур. Так, общаясь с ними, мне понравилось быть военным. Вот, я решил. Ну, чтобы достигнуть своей цели, я залез на сайт этого института. Ну, сначала разных институтов. Посмотрел, что нужно туда. Какие физические качества в себе выработать. И потом начал записываться на секции. Вот, на легкую атлетику пошел. Чтобы выработать в себе выносливость. Так же записался в фитнес-клуб. Там занимался тоже. Так же параллельно с этим у меня еще и школа была. Нужно было заканчивать 10-11. Ну, вот, чтобы сдать ЕГЭ. Ходил на репетиторство. Ну, так же я уже в 10-м классе нашел, выбрал свой институт и посмотрел, какие нужны, чтобы попасть туда. И все, уже отталкивался от этого. И занимался. Ты построил такой план и начал действовать. Но не у всех это получается. Это не так легко. Если поставил цель, надо идти к ней. Держать свое слово. И так же многое зависит и от поддержки, которая окружает. Давай об этом тоже поговорим. Вот смотри, ты попадаешь в новый коллектив, новый детский дом. Возраст у тебя лет 12-13, да, тебе было, когда семья вас вернула. Это не самый легкий возраст. Это переходный возраст, подростковый. Сложно. Вот попадаешь в этот коллектив, как тебя вообще встретили? Во-первых, ребята. Давай о них расскажем. Были ли какие-то проблемы во взаимоотношениях? Как встречали тебя там? Не, ну, меня встретили воспитателя там все. Ну, когда я приехал, дети были в компьютерном классе. Ну, это уже вечер был. А я так скромно сидел вся в комнате. Все. Ну, маленькие дети занимались с пазлами, игрались. Я тоже так к ним подошел, посмотрел. Это в комнате вообще? А уже ближе к вечеру мы начали смотреть фильмы. И так вот пошло все знакомство. Ну, брат мой сразу тоже пошел в компьютерный класс играть. Ну, сестра со мной осталась. Ребята подходили, знакомились, спрашивали? Да, знакомились. Смотрели. Ну, всем любопытно было очень. Новенькие же. И все. Нет, отношения у нас сразу нормально наладились. Ну, наверное, это от воспитателей тоже зависело. А с педагогами как вот шло ваше взаимоотношение? Какие были? Как ты с ними общался? Я сразу показался. И у нас все сложилось с первого раза. Ну, не было таких разногласий. Нет. Все нормально. Вот эта обида, которая у тебя была, ты ее заглушил? Она у тебя переходила, например, в агрессию? Это так часто бывает. В агрессию на общество, на людей, которым больше повезло, у которых есть родители. Бывали такие мысли? Нет. Не бывало. Я быстро забыл. Ну, под этим «быстро забыл» тоже большая работа души и внутренних сил в человеке. Ты, конечно, все понимал, но при этом выбор твой был другим. Не уходить в агрессию и злость, а сделать свою жизнь, построить ее так, как ты вот наметил. Да. А чем тебе понравились люди? Ты вот говорил, что приходило очень много людей, офицеры, и ты смотрел на них, и тебе они понравились. Чем они тебе понравились? Общение. Ну, так же, что они рассказывали мне про то, как учили сами. И чем сейчас занимаются. Ты учился хорошо? Какие оценки были? Четверки-пятерки. Четверки-пятерки? Да. Ну, и без троек, конечно, никак. А двойки? Ну, как? Иногда там были. Ну, надо же, иногда, конечно, там. Ну, где-то что-то не подготовил. По какому предмету? Ну, там, физика. А, физика. Тяжело давалась, математика, да? Да. Ну, выровнял потом? Да. И это все достигалось чем? Ну, теми же самыми занятиями, подготовкой. То же самое, пойти в фитнес позаниматься. Тоже я своих товарищей кинул туда. И смотря на меня, на мою физическую подготовку, внешность, им тоже этого хотелось такого же добиться. Заканчиваешь ты школу, задаешь ЕГЭ. Дальше расскажи, пожалуйста, для наших зрителей, как складывается судьба. Новогодний праздник. Мы всегда там делаем какое-то мероприятие на новогоднее. И вот к нам сказали, что приедет глава республики. Ну, я ему сильно благодарен за все, что он сделал для меня. Ну, как он? Он тоже самое приезжал к нам в детский дом, на всякий праздник, мероприятие. Общался со мной. Также я ему рассказывал о своих целях. Он такой сказал мне, чтобы я ни в чем не сомневался. Во всем был уверен. Нужна будет какая-то поддержка. Он все всегда рядом. Рад приветствовать тебя. Хочу пожелать тебе здоровья, успехов в ученых и удачи. Прошедший год был не легким годом, но считаю, что для тебя сложился удачным годом, потому что ты исполнил свою мечту. Ты поступил в один из уважаемых военных университетов национальной гвардии. И не просто поступил, но продолжаешь достойно учиться и достойно представлять нашу республику, свою малую родину. За это тебе особое спасибо, чтобы так же продолжал и стал известным и крупным военноначальником. А самое главное, стал достойным мужчиной и достойным человеком. Ты пришел к директору, это Наталья Александровна? Да, сказал, что вот я определился и куда хочу пойти. Ну, она уже это и знала уже, что я хочу. Но я ей вот уже точно сказал, институт сказал уже. Вот, и все, она мне помогла, вместе с ней сели. Она сказала, какие документы нужно собрать. Пошли, собрали, все подготовили. И все, отнесли в военкомат, оттуда уже. Дальше мы дождались приглашения с института уже. Ну, я-то, наверное, с пацанами гулял, так сказать. И тут прихожу, и меня вызывают директора в кабине. И вот она мне говорит, что пришел документ от твоего, что они берут. Ну, все, я обрадовался. Что ты чувствовал в этот момент? Радость, что не зря тренировался, не занимался. Ну, просто взял, почитал его. Так. Убедился, что это правда. Все-таки не верилось до конца, да? Купили билеты. Я со всеми попрощался. На следующий день мы улетели. Ребята рады были за тебя? Провожали? Да, конечно. Ну, они не хотели, конечно, чтобы я уезжал. Но нужно было, что. Наверное, даже плакали, да? Да. Самому было тоже тяжело уезжать. Тебе? Да. Да. Что уже все-таки привык на этом месте. Сколько лет ты прожил в детском доме на тот момент? Ну, в этом... Года 4-5. То есть ты уже привык, и самому тоже было тяжело? А страшно было? Нет, со мной была Наталья Александровна. Мне не было страшно. Прилетели в Санкт-Петербург. Нас встретили там люди. Ну, прям в аэропорту. Отвезли в институт. Это уже была ночь. Там нас встретил дежурный по институту. Все принял. Сказал, чтобы я... Ну, я туда расстроился. Не хотел уж это... Ну, так... Ну, грустно было, что улетел. Ну, все. Он мне сказал, не расстраивайся, все нормально будет. В этот момент и было, да, страшновато. Трудно, да? И страшно, да. И тогда там же поддержал тебя тот офицер, да? Который встретил тебя. Что он тебе говорил? Ну, чтобы я не расстраивался. Он сам через это прошел тоже. Через что? Ну, вот... То же самое поступление. Новый коллектив. Новый город. Тоже. Тебе как звать-то, Егорыч? Иваном, товарищ залполковник! Ну, здравствуй, тезка. Здравия желаю, товарищ залполковник! Совсем углушил. Зачем кричишь? Манный голос вырабатывает, товарищ залполковник! Тебе это помогло, поддержало тебя эти слова, да? Ну, ты их помнишь даже до сих пор, да? На утро я попал в коллектив. Такие же курсанты, как я, пришли на поступление. Абитуриенты, да? И все, там началось знакомство. Уже не так все... Уже не так грустно было. Появились товарищи новые. Из каких городов там ребята были? С кем ты сразу сдружился, например? Ну, у меня есть тоже товарищи из Латикавказа. Были там, да, ребята из Латикавказа? Также местные там были с Питера, с Москвы. Да, с разных городов. Ну, потом пошли, да, первые вступительные. Это общество знания было. Потом также сдачи физической подготовки. Ну, все, все прошло гладко, нормально. У нас была мандатная комиссия, на которую вызывали тебя. Там сидело много преподавателей и сам начальник института. И там уже вот говорили, вызывали по одному и говорили, поступил ты или нет. Ты стоишь из Моздокского детского дома. Ну, когда-то ты увидел офицера, мечтал об этом. И вдруг ты стоишь в этом зале. Вот ты понимал, какой путь ты прошел? Да. Ты волновался? Ну, конечно. После того, как они мне сказали, что я поступил, нахлумили эмоции, радость. Все, сказали, что я поступил. Я вышел из кабинета, подошел к товарищам. Они тоже все обрадовались, руку пожарили. Давай так, так держать. Ну, там, конечно, и были те, кто не поступил тоже. Ну, и они даже порадовались. Так, как они планировали поступить на следующий год, что мы увидимся еще. Молодцы, ребята, молодцы. В Санкт-Петербурге есть и Остинское землячество. Каким-то образом принимали они участие в твоей судьбе? Да, конечно, они... Ну, Наталья Александровна им позвонила. Во-первых, что это они нас привезли. Уже встречали они вас. А, то есть Наталья Александровна позвонила заранее, вас встретили, да? Да, мы с ними еще там познакомились. И вот на протяжении этого времени они поддерживали меня. Даже приходили ко мне туда, в институт. Они интересовались тем, как я там себя чувствую. Все ли там не хватает, нужна ли в чем-то помощь. Есть поддержка в виде твоего директора, в виде диаспоры, в виде простых людей, даже тех, о которых ты сказал, даже ребят, которые не поступили. Это насколько... Ну, ты такая вот, знаешь, душевная, человеческая суть выходит, и она тебя обогрела. Это результат того, что ты не озлобился когда-то, а шел вперед. И тогда мир раскрывает определенные шлюзы, дороги для человека, который упорно идет к своей мечте. А мечта — это что такое? Это вот разбить на цели и постепенно идти от шага к шагу. Вот ты делала эти шаги. Ты делала эти шаги, Хамит. Преподаватели присматриваются к первокурсникам, выдержат, не выдержат, есть характер, нет характера, есть целеустремленность, нет целеустремленности. Только так можно быть в этой профессии. Расскажи, пожалуйста, вот экзамены прошли, ты поступил, дальше уже обучение. Расскажи про этот период. После экзаменов у нас уже пошло распределение, кто в какой взвод попадет и с кем он будет. Ну все, на нас распределили. На следующий день начались у нас уже пары занятия, военная служба уже. Что там, подъем в 6 часов, завтрак. А сначала утренняя физическая зарядка. Поначалу было тяжеловато, конечно. Что было тяжело? Ну сам подъем. А в детском доме во сколько вы вставали? В 7. В 7, там в 6. Для меня было это уже попроще, чем для некоторых. Они же там не могли и до обеду спать. Дома, например, да? А тут попали в военный институт и все уже, все изменилось. Ты был более подготовлен к этому, да? Вот, потом начинаются пары. Ну что, на парах мы узнаем много нового. Также и юридические предметы, и военные предметы. Вот. Преподаватели все открытые, идут тебе навстречу, помогают, подсказывают, где ошибся, что у тебя не получается. В любом случае, они помогут тебе. Не так, что вот у тебя не получилось, все, иди, сам справляйся. Нет. Это тебя удивило? Ну да. Я думаю, ну все-таки военные, все же строгие. Нет, нет, да, да, да. Вот там нет, все идут тебе навстречу. Вот. Так проходит служба. Всего нужно достигаться, стремиться, даже если вот кому-то что-то купили, тебе нет. Ну, поставь себе цель, что ты сам это себе приобретешь. Всего можно достичь. Главное, чтобы было желание и старание. Ну, что ты действительно хочешь. А не так, сейчас я хочу это, завтра уже другое. Когда ты говоришь слово «семья», кто в этот ближний круг у тебя входит? Назови их. Брат, сестра, друзья мои. Также, по большому счету, воспитанник детского дома. И воспитатель. Учителя. Раскроем тайну. Даже сейчас, когда мы пишем интервью, рядом сидит директор вашего детского дома. Она с тобой ездила и в Санкт-Петербург поступать. Она и здесь, на отдыхе с тобой. Можно сказать, что она тебе, очень сложно это говорить, но заменила маму. Можно сказать, что ты чувствуешь такое тепло, которое должно исходить от родных людей? Да. Ну, мы даже в институте писали письма. Нам один раз сказали, что мы написали письма своим родителям. Ну, вот. Ну, я думал, что кому написать. А то и Наталья Александровна написала, что у меня все хорошо, чтобы не волновалась. Спасибо ей за помощь. Ну, и так. Памя мелочи. И рассказала о том, как идет, да, учеба, послужба. Да, учеба, служба. Да, обязательно нужен такой человек, которому ты можешь даже ночью, если тебе трудно, взять телефон и позвонить. А, кстати, бывало такое, чтобы ночью ты просыпаешься и вот какой-то или страх, или необходимость кому-то позвонить. Бывало такое? Ну, по ночам нет. Это, ну, больше было в воскресенье. Вообще, ну, такой день. Не очень мне нравится в институте. Почему? Не знаю, как-то. Ну, учебы нету и, можно сказать, отвлечься не на что. Ну, и немного грустновато становится. Все, я всегда знаю, кому позвонить, пообщаться. Кому? Наталья Савановна, брата, сестре с ними. По жизни для тебя что в приоритете? Вот в жизни, вот в целом, как ты ее видишь? Ну, это отучиться в институте, стать военным, чтобы в дальнейшем помогать своим братам и сестре, чтобы быть для них поддержкой и опорой. Я могу им как-то материально помочь, чтобы они ни в чем не нуждались. Я хочу, чтобы ребята, которые увидели, допустим, нашу передачу, твой пример, они поняли, что все зависит от человека. От того, насколько он нацелен на ту или иную задачу. Вот. В тебе это удивительным образом очень рано сформировалось. Вот как ты считаешь, за счет чего это сформировалось? За счет тех жизненных трудностей, которых я преодолел, наверное, с этим и пришло все. С одной стороны, трудно. А также от воспитания, конечно, все зависит. Что вот для тебя счастье? Для меня счастье, это когда у моей семьи все хорошо. Неважно, что там я, чем я занимаюсь. Главное, чтобы у них было все нормально. И я счастлив. Твой ответ очень взрослый. А потому что ты позиционируешь себя сейчас, как их родителей. Как ответственный такой человек за судьбы своих брата, сестру. Хотя сестра старше, да? Но она женщина. Поэтому ты хочешь взять ее под свою защиту. Есть социальные сироты. Что это означает? Это при живых родителях дети попадают в детский дом. То есть мама, папа есть, но вот какие-то жизненные обстоятельства. Кто-то спился, что там говорить. Кто-то от слабости какой-то. Не знаю, разные бывают жизненные обстоятельства. Я думаю, твои слова услышат люди. Что бы ты мог сказать тем родителям, которые оставляют своих детей? Если даже так получилось, что они оставили их, чтобы они наконец одумались, перестали заниматься, чем сейчас занимаются. И вернули своих детей обратно домой. Поменяли свой образ жизни, в котором они сейчас живут. Спасибо тебе большое за интервью. Я желаю тебе, чтобы твои мечты сбылись. Все твои мечты, чтобы сбылись. Ты знаешь, как это делается. Это делается трудом, желанием и добротой, я думаю. Добротой. Потому что я вижу в тебе эту доброту. А еще я вижу в тебе большую ответственность. И я бы даже сказала, что многие взрослые, ну пусть посмотрят нашу передачу и поучатся. Все-таки вот этой ответственности, когда мужчина берет на себя ответственность. Я благодарю тебя. Мне было очень интересно с тобой разговаривать. Всем удачи. Чтобы у всех этих мечтей сбывались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!